Украинский украинец. Здравствуйте. Оказалось, что вы спите. Как у вас настроение, как дела? Что обсуждаете, какую мысль несете в общество? Ничего не обсуждаю вообще абсолютно. Просто сидите, смотрите, слушаете? Да, бывает такое. Понятно. Очень жаль, что у нас нет с вами темы для диалога, если вы ничего не обсуждаете. Ну, вы говорите, что ничего не обсуждаете, как бы просто посидеть, помолчать в тишине, ну, возможно. Обычно в чат, да я, собственно, стремлюсь разговаривать на социальные темы. И что там социального хорошего у вас в России? У нас в России. А вы не из России, да? Нет. Понятно. Пойди из Украины. Пойди, да. Пойди. Все понятно. Ну, тогда, наверное, очень сложно вам будет понять, что у нас социального хорошего. Ну, могу рассказать, если реально интересно. Если вы так… У нас есть много чего хорошего, не поверите. Ну, вот я правильно сказал, слушайте, с языка срвал. Не поверите. Вот правильно. Не собрал. У нас есть бесплатная медицина, это одна из основных приоритетных, на мой взгляд, позиций в социальной сфере. Качественная. Достаточно качественная. А приватные клиники есть? В смысле, частные клиники? Да, конечно. Причем, в частной клинике у нас люди ходят из бюджетных, муниципальных клиник. В том случае, если вдруг нет очереди, ну, в смысле, очередь достаточно такая, что на эту дату, на эту запись прием врач не может осуществить, и он дает направление на частную клинику, чтобы частная клиника приняла, соответственно, этого человека бесплатно. Государство бесплатно. Очень интересно, очень приятно. Это такой яркий. А второй, кстати, яркий пример, это для молодых семей, это прям нормально такое подспорье. Это программа «Молодая семья», жилье бесплатно выдается, и, значит, почти бесплатно по определенному проценту соотношения. Вот. И материнский капитал, который, ну, большой достаточно весомая помощь. Большой это в долларов? Молодым семьям. Доллар, блядь, как, 10 тысяч, что ли это там, в тысячи? 10 тысяч долларов? Да, 10 тысяч, кажется, да. Это точно? Эээ, давайте переведем, что там, 780 раз за 3, разделить, на сколько сейчас? Какой курс сейчас? Да. Какой курс? Да, какой курс? Ну, курс какой доллар у вас? Какие Excuseinn? Я не знаю, мы не смотрим курс доллар. Ну, как не ignored? Я говорю в рублях? У нас все в рублях, мы не ориентируемся на Дорова. Подойдите, откуда остались 10 тысяч долларов? В чем-то долларoop? Ну, я бы, примерно 10 тысяч долларов. Да я спрашиваю, как бесплатить. Если вы посчитали, что..." Да я смотрю, что 5 миллионов, не знаю. Ну, не знаю, какой курс. Ну, когда он был, тогда он был 78 рубля, 20 chargeAB1. В чем здесь влад plan сейчас donate. Да, сейчас nhiệm тысяч долларов. Щас вас popularity в долларах? поговорим про сегодняшнюю дату я вам перевожу 9 629 я говорю вот если вы хотите убедиться в том что я вам по факту сказал правду вы можете посмотреть если такое понятие если такое понятие это машина стоит там 3000 долларов или полтора миллиона ты начинаешь ему есть такое понятие там и так далее как ты посчитал 10 тысяч долларов идет помощь там на рождение ребенка отвечаю на вашу паник паникорский вопрос почему-то я вижу как когда курс был 78 сейчас вы не хотите на ребенка 9690 629 долларов это будет 10000 долларов короче если вы хотите убедиться есть у нас такой материнский капитал или нет поэтому вы извините судя по всему вы не хотите слушать оппонента абсолютно априори вы не хотите все что от меня есть не доверие компонента который сразу врет изначально а в чем я вам собрал скажите в том что ты не ориентируешься там рубль доллар курс и так далее но если они ориентируются не слежу за курсом доллара как ты не не следишь за курсом доллара ты так смело заявляешь и мать получать 10000 долларов ты не следишь за курсом я вам сказал сейчас подожди а тогда в рублях я вам сказал 780 вы спросили в долларах я вам переводил в доллар который вы совсем глухой что ли не хотите слушать доказывать уже рассмотреть калькулятор потом интернет растерялся я калькуляторе я переводил в интернете смотрел курс доллар чтобы вам понятнее было хорошо допустим так вот отвечаю скажем так опровергаем мнение вере нету хорошо хорошо давайте так доверие доллар у вас есть доверие к цапам нету так у вас подачем разговор для окопов ты подходишь вы тоже судя по всему не подходите да нет и подходишь а вы не подходите я подхожу на у нас еще армия стоит а вот уже армия нету ваш где стоит ну давайте расскажите мне где у вас стоит армия уже уже скоро под белгородом но расскажите как скоро я думаю месяца полтора ну так скоро буданов сказал что уже к концу мая вы будете в крыму ну это ваш потом разве начальник разведки через чего он там внешне разведка да не ему куда нам говорит где мы там будет но он утверждает чтобы су будет ему концу мая вот он утверждает вам не там он сказал так я не вру даже архивные исторические документы и говорит что вот так это было то допустим вы видите не это неправда на черном и белом и исторические какие у не исторические можете пример привести в 39 году советский союз гитлером напал на польше этого не знаю почему знаю более того знаю почему почему да потому что у вас был бандера вот и поэтому на польше напали такой вы ожидали ответ потому что у нас был бандера да поэтому и потому что он не делайте мне мозги я вас умоляю вы кто такое чтобы не что-то доказывать да ничего не доказываешь ну и все исторические факты что и что мне от этого ну было не пиздите они все это знают это вы пытаетесь сделать и сказать таким образом что говорит россияне ваш вы врете доказательства дешевые врут а украинцы все врут украинцам у меня вера нету вот таким как вы поэтому вы врете в нет вы врете вы врете я не сказал что вы походит я не вру абсолютно нет мне не зачем врать понимаете я от этого резона никакого не получают надо резон всегда для того чтобы врать конечно для того чтобы в человека вы ему вред почему потому что либо боится либо есть выгода вы вот врете потому что либо будете был у вас какая-то выгода мне я никого не боюсь я никакого выгоды installed для того что брать нет ну какой расскажите расскажите что еще можно ставить чувака врату откажите ответить на мой вопрос это не менее значения откуда я да не имеет значения откуда я ответьте на мой вопрос Какой? Какая причина заставляет человека врать? Не было такого вопроса. Я не помню такого. Я спросил вас, что еще заставляет человека врать? Не надо вам это знать. Вы берете просто без причин. А, вот так вот. Удобная позиция. Нет, неправда. Поговорку про русских, которые врут, нет. Есть поговорка про хохла, который врет. Хочу русский, а кацапы? Почему русский? Да, какая разница? Как удобно, так и называйте. Это ваша субъективная точка зрения, которая помещается лишь в ваш мозг. Ваше мировое восприятие. Поэтому ничего страшного. Я говорю по факту, что есть только анекдоты про хохлов, которые врут. Я говорю, есть анекдоты, которые говорят о том, что хохол врет. Есть поговорка о том, что хохол врет. А тут кацап говорит про факты. Вы не еврей, нет? Еврей? Похож на еврея. А вам зачем такая информация? Кто я по национальности? Надо знать. Пусть я буду русским. Для успокоения вашей души пусть я буду русским. Батальон такой, батальон такой будет у нас отдельно. У кого у вас что-то будет? У вас ничего не будет? У вас ничего не будет? Успокойтесь. Да не будет у нас ничего. Ничего у нас не будет. Максим, что у нас будет? Не знаю. Года через два еще поднаберут людей и все. А зачем поднабирать, если есть армия? Или армия сдохла? Вы слишком узко мыслите, живете? В вашей территории сколько? Вот у вашей страны территория какая? 600 тысяч квадратных километров. Сколько нужно человек поохранять эти все границы? Причем тут сколько нужно? Ну, ответьте мне на вопрос. Ну так, на вскидку, сколько? Миллион достаточно будет? Я думаю, да, у нас примерно была такая армия. Вот, вот смотрите, миллион. А у нас сколько ваших 600 тысяч квадратных километров? У нас 5, если не ошибаюсь, ваших 600 тысяч квадратных километров. Так вы будете охранять вашу землю от нас? Так вот смотрите, сколько нам потребуется, чтобы охранять свои границы человека? Вот если для вас из 600 нужно миллион, то нам соответственно 6 миллионов охранять, правильно? Нам некогда, нам некогда на вас отправлять очень много людей. Некогда. У нас своих дел по горло. С вами бьются там определенный контингент. Там их что от силы там дай бог наберется, наскребется 500 тысяч. А отправляете зачем докнуть? Да никто никуда не отправляет. Я вас умею, это ваши сказки, которые в голове нарисовали. Они же не охранять делают, а умирали. А вы откуда, из каких источников черпаете информацию? Скажите, пожалуйста. Из Украины. Ну, Украине выгодно говорить, что российский солдат гибнет. Выгодно, конечно, выгодно говорить, что российский солдат гибнет. Украине выгодно говорить, что... А российский солдат не гибнет, нет? Украине выгодно говорить, что их солдат, их детей насилуют. Украине выгодно говорить, что у них есть призрачный летчик. Украине выгодно говорить, что у них там, не знаю, в дом попала ракета. Украине выгодно говорить, что их ракета украинская, на самом деле русская, сбила польский трактор, потому что российские войска запускают ракеты на территории Украины. Украине выгодно плакаться о том, что ей, значит, видите ли, Германия не поставляет столько вооружений, сколько требует Украина. Вот. Украине выгодно говорить о том, что, значит, ну, куча всего, там, 50 заебушек. Для чего это? Для чего в Украине? Плачется Украина. У нее по жизни такая натуральная плачет. Мне плохо, дайте мне газ, мне дайте по низким ценам. Плакаться зачем? Помните, Украина газ просила по низким ценам, помните? Да не было такого. Плакалась бедная, истерику устраивала. Я уйду на Запад, я уйду на Запад, дайте мне цены низкие. Помните, было такое дело? Было такое дело. Было такое дело. Где такое есть? Факты есть? Доказательства? Да, конечно. Покажи. Зайдите в интернет и наберите, значит, правильно сформулирует того, чтобы быстрее это было найти. Споры по транзиту газа, Россия, Украина. Давайте просто, пусть это будет, пусть это будет, пусть это будет 2000. Россия напала на Украину. Да, так проще, проще написать в интернете вот эти слова. И там много чего. И чего я там вижу? Ну, вы видите, ваших дохлых солдат, солдаты, которые скулят, что у них нет обеспечения, солдаты, которые скулятшие в чеченой в жопу ебут. Там же много всего. Кстати, а я недавно видел, что вы не знаете, вы знаете, вы знаете, чем отличается наш русский человек, российский человек, от, судя по всему, вашего промытого, украинского. Отличается брехнёй вообще. Отличается тем, что он верит во всё, во всё, что им там напишут. Он вот напишут ему на заборе хуй, он такой думает, блядь, это будет хуй. Мне, чтобы за забор заглянуть, увидишь, что там трубы, он будет всю дорогу уходить и думаешь, что там хуй. Нет, я про украинцев говорю. Наглядный пример, я могу наглядный пример, вот там уже написано. Говорите сейчас про себя, вы про себя сейчас говорите. А, говорите на меня, переводишь на себя. Пока они не работают. Если у вас, блядь, штанишки, нахуй. Это ж Путин говорил, это который ваш бог. Путин говорил это для того, чтобы обратить внимание, что никто в детскую песочницу, он это говорил для того, чтобы обозначить, что здесь. Он это говорил для того, чтобы вам обозначить, что в детство никто впадать не будет. Будем жить по-взрослому. Украина хочет жить по-взрослому? Конечно. Все, если Украина хочет жить по-взрослому, тогда пусть снимает штанишки, подставляет в жопу и мы ее будем ебать. Да, но ебем мы вас пока. Нет в чем? Ну-ка скажи, в чем вы нас ебете? Ну 200 тысяч ваших выбраны без обратной территории отбили. Вы обратной территории отбили? Ну конечно, вы где были? Херсон, где? Херсон? Сейчас, к сожалению, оккупированы украинскими войсками. А что так? А что не зайдете, не освободите? Ну видите, у нас договоренность есть. Че из Подхарьков? У нас договоренность есть, потому что когда мы уходили из Херсона и дали оккупировать Херсон украинским войскам, мы получили взамен драгоценные металлы, торговлю, аммиакопровод, зернопровод и еще какую-то тему. Четыре санкции с нас сняли на тот момент. А вам просто не интересно заглядывать. Кстати, это Жданов написал. Жданов знает такого? Вот Жданов, человек, ваш украинский, он писал, что Россия, когда вышла из Херсона, Россия освободила от четырех видов санкций. Вот. А потом, значит, а что вы так за солидарный переживаете, как за Бахмут? Ну, Бахмут вы год не можете взять. Ну, давайте, давайте уж тогда по-честному говорить. Давайте по-честному говорить. Из-под Харькова чеухи. Вы нас из-под Киева выбили, из-под Харькова выбили. А че ж дальше не продвигаетесь? Что мешает? Продвигаемся че. Не, где, покажите, где мешает ваше количество. У вас много туда на нас. Ох ты боже мой, нас много. То есть вы не справляетесь. Ну, конечно, много у вас мяса. Ну, соответственно, все, вы ответили, вы не справляетесь. Да какая разница, чем закидываем? Ракетами, трупами. Главное, что вы не справляетесь. Это основная задача, правильно? Но вы не справляетесь. С вашей же стороны берсерки работают, они же не гибнут у вас, правильно? Тяжело, у вас больше мяса. У вас, я говорю, берсерки, они не гибнут? Больше мяса, когда больше мяса тяжелее. Хорошо. Ваши ребята не гибнут, я так понимаю. Они берсерки, они неуязвимы все. Конечно, гибнут за нашу землю. А сколько, сколько? Количество? Ну, да. Ну, вот вы говорите, 200 тысяч там погибло. Ну, а у вас сколько погибло, на вашу думку? До 100. До 100? Это не погибших. Я говорю тебе безвозвратных потерь, это вместе с ранеными. Которые не вернутся больше. Безвозвратных потерь, я вас умоляю, молодой человек. Не смешите мои среды и волосы. Ой, блядь, безвозвратных потерь. Безвозвратная потеря, это когда человек умер. Вы, если вы не знаете, формулируете. Безвозвратная потеря, когда у тебя двух ног не будет, тогда тебя уже не призовут. Понял? Что это такое? Безвозвратная потеря, это когда человек совсем уже помер. Безвозвратные потери, согласно вашей любимой украинской Википедии, говорят, что это убитый на поле боя, умерший от ран на этапах санитарной эвакуации и в госпиталях пропавший в бездости в условиях боя. Все. Вот это безвозвратная потеря. Безвозвратная потеря, это когда у тебя... Нет, подождите, это же не я сказал. Так это же не я. Вы же в Кацапу-то не русскому, не верьте человеку. Вы зайдите в интернет, на ютубе, безвозвратные потери, ой, на ютубе, на википедии, безвозвратные потери, и все увидите. Я не врал, я вам прочитал, что вы объясняете меня слушать. Но вы не хотите верить, я понимаю. Для вас это больно, вам тяжело принять, блять, альтернативную реальность. Тогда тебя уже в руку, в этом не придет. Это все последствия того, что вы не можете принять альтернативную реальность. Для вас тяжело жить с другой парадигмой. Потому что вам удобно в воздухе, давайте поспорить, давайте поспорим, что... Дело в том, что у нас... Вот мы живем в реальности, которая действительно для вас, наша действительно реальность, она альтернативна, и вы не такие, я не буду. Вам тяжело принять. Вам тяжело принять. Никто не собирался, кто вам насквозав эту голову, эту идею. Вашего телевидения, наслал вам обоедите, телевидение, говорит. Наши никто не говорит. Наши власти вообще ни один не заявит. Да? давайте после три дня по киеву как я вам отстреляюсь дамы начнем пробучий как только пробучий отстреляясь мы начнем за какой диалог за санкции нет я конкретно говорю что ваши все мои адрес ваши выпады в мой адрес по всем пунктам которые сейчас называют я вам перечислил они разбиваются рассыпаются вы только что вы только что выпад по поводу киева по поводу так вы только что выпад сделали по поводу бахмута по поводу харькова по поводу херсон если вы не понимаете что это выпады в мой адрес я вынужден уведомить это называется просто факты так какие там факты насчет солидар какие насчет какие факты насчет солидар украинский нет конечно украинский хорошо солидар находится под чьим контролем это все украина 1 а находится под чьим контролем временно оккупированы под чьим контролем озвучь под украинским контролем дружище чем ты его контролируешь украина как с тобой разговаривать живешь парадигме того времени когда у тебя в крыму стоят твои войска ну ты либо совсем слабоумный человек я тебе сказал чей по чьим контролем находится временно оккупированной крыме от чьим контролем находится под контролем орков орки ублюдки убийцы вот это чья страна чья страна как называется название у тебя стоит в оон нет такой страны в оон нет такой страны а что ты сразу ты держишь международное право и тут и говоришь какой-то оон да мне срать на на международное право но я тебе говорю что нету списке оон такой страны как орка там практически все страны зарегистрированы так вот если на секундочку но ты боишься назвать я понимаю тебя съедят назвал россии в россии тебя свои съедят ты же те стрёмно да ты боишься поэтому ты сидишь дома они слушают а ты точно 5 армии берут не потому что ты потому что все же тебя поэтому армии берут все понятно ну ладно еще очень накидывай интересно давай и потом в конце века такой иди за русским кораблем как обычно у вас монета такая вы общаетесь то есть опыт общения да конечно ты думаешь первый что ли украинец который сидит спину там не доказывает что он везде победил доказываешь ты доказываешь что ты победил везде зачем мобилизация если у вас есть войска вам какое дело зачем нам мобилизации тебя это зачем информация ты хочешь какие-то планы для чего ты что-то хочешь выведать нет я тебе не расскажу мне мне утром каждое утро приносит развед сводки я знаю зачем мобилизация зачем у нас куда пойдет группы понимаешь ответа нет у вас же так в украине вас каждому блять кто сидит в чат рулетки ему каждый день блять развед сводки выкладываю украина да мне нахуй не сдалась твоя украина поверь мне если вы изначально дали возможность нам договориться в стамбульских переговорах срались бы и сиделись бы дальше в своей украине сейчас вынудили нас пиздей вам насовать кто сказал что 200 тысяч вы считать не умеет да ты вообще недостоверный источник ну вот так это ты недостоверный источник не понимаешь что ты недостоверный источник ну ты понимаешь что ты недостоверный источник ты понимаешь ты не понимаешь более того ты даже боишься отвечать на мои вопросы какие то что ты не вывозишь по ней я говорю ты понимаешь что ты являешься недостоверным источником для меня я вообще никакой не источник ну вот то есть твои утверждения они не имеют веса никакого поэтому то что ты пытаешься мне что-то говорить это никакого смысловой нагрузки никакой не несут вы высказывает поэтому все что ты высказываешь она бесполезно можно нести на что донести должны нести нагрузку если ты если ты сел и что-то хочешь пронести людям ты должен наверно хотя бы что-то из себя представлять к сожалению ты таковым не являешься и от печально что ты за сколько там ну 35 лет ни хуя не достичь на то что нына но сейчас нет мир на население убивайте вы сами мы самостоятельно убивает мир насилие вот если мы дали не будет уехать полностью до вы было никто бы не пострадал если вы даже если бы мирное население защищали до города и ставили по его ту городу а не за гортов вы бы защищали свою минасти если ваше правительство тупое которая изданных внешне политику провело значит чего от того мы наше мирное население должны были защищать я говорю если бы вы момент когда начались боевые действия выпустили метро и действия скажи что от кого боевые действия сейчас по факту говорю о том что как вы размещаете да я не знаю зачем вы размещаете если вы если вы не если вы не размещали по вам не стрелял если вы не боишься что что о чем ты чё несешь я тебе только что если вы не ставили по его не запускали по его и не сбивали ракеты которые у нас летят точно в цель от кого никто бы не страдал от кого что от ракет которые летают у нас такое хорошее про здесь мы защищаем свои интересы свою безопасность бомбить и города ну бывает такое не прям города не пизде и пизде мы не города бомбим если если вы защищаете бомбить и города то это хорошо обращаю внимание что мы не города бомбим это плохо нет мы наносим точечный удар а то что у вас блять сраная старый полос который вы для стреляете по своим мирным домам и пытаетесь бить наши ракеты вы явно это плохо чего когда мы наносим вам удары это плохо вы наносите нам удары ну не при куда белгородская народная республика такой республики нету ты долбоёб учи истории учи карту вот по поводу я никак не я не люблю спускаться до личности приношу извинения за оскорбление приношу извинения не хотел вас обидеть вот ну да ладно такой продолжим обещаю что больше не буду ругаться вот то что вы нам наносите удары какие-то да точно да неприятно неприятно но сейчас боевые действия идут это неправильно это неприятно правильно с точки зрения международного права например с точки зрения международного права пусть и надо разбираться вообще не хорошо вот таки есть на все в жизни ответ у вас таки есть на все жизнь ответ у вас есть по каждому поводу свое мнение скажите пожалуйста разбираться у вас есть свое мнение по каждому поводу боже мой почитайте пожалуйста в интернете что если у человека есть мнение свое по каждому поводу то скорее всего он слабоумный ой какие какую книгу прочитали последний раз скажите мне пожалуйста не школьные программы американская трагедия а это когда этот 11 11 сентября когда кризис ударил ну что там такая в чем заключалась книжечка расскажите поведайте 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 краткую историю дайте скажем так что ли оценку потому что прочитали